Чили завещали, что пришло время чилить, да? Давайте почилим. Ну, почилили, давайте к обзору перейдем. Смотрите, я вас услышал и сам, в принципе, с этим согласен. То, что в моих видосах, да, не хватает немножко души, когда идет закадровая озвучка. Поэтому я решил вам вот такую вот локацию создать, да? Это, в принципе, моя бэкстейджная, моя студия, где я записываю озвучки свои на видосы и все прочее. Поэтому сегодня нам еще единственное, для атмосферы немножко не помешает вот такого рода красная подсветка. Потому что что у нас? У нас сегодня чили, красный перец и все должно быть гармонично. Будем комбинировать мою морду с классными подсъемами, все как вы любите. А вы уже отпишите, как вам вообще такой формат. Основатели уже кальянного продукта чили, до него 5 лет занимались ароматикой. Никогда не упущу возможности упомянуть, что ароматика и миксология слова бесячие какие-то. Ну, не суть. Начинали с кальянов и потом ушли в жидкости для электронных сигарет. Стали одним из крупнейших производителей в России. Работали с СНГ и Европой. При этом никогда не забывали о кальяной индустрии. Так как мы изначально с большой любовью относимся к кальянам, в 2019 году мы поставили себе задачу сделать свой конкурентный продукт в кальяной индустрии. На базе успешного 5-летнего опыта работы с ароматикой, после многочисленных испытаний и сравнений, мы создали вкусный дымный жаростойкий продукт. Ориентировались на топовых производителей табака и теперь выходим на рынок, сообщают нам производители. Сам продукт у нас из Питера. Думал, сами привезут, посидим, раскуримся, возможно, даже эфирчик для вас запишем, но привез курьер и курить со мной не стал. В общем, первый прокур получается чили у меня пришелся на один из лайф-видосов на втором канале. Ссылку на всякий случай оставлю. И знаете, я прям там немножко облажался. Я не сразу выкупил, что это чай. Одно утешение столько для меня, что в Питере проходила презентация, и как рассказывают производители, 9 из 10 кальянчиков тоже не поняли, что это чайная смесь. О чем это говорит? Ну, во-первых, то, что я не один такой, да, либо в Питере вообще просто кальянчики с напрочь убитыми рецепторами, а во-вторых, то, что чайники, не в обиду им, реально начали делать годные курительные смеси и уже потихоньку двигать табачную продукцию как минимум своей ценой. Разбег цен между 50-граммовой банкой и 250-граммовой, он прям так и манит тебя покупать 250, потому что 50 грамм стоит 190 рублей, что в принципе никак особо не удивляет, да, это норм ценник для чайных смесей и даже средний такой крепкий. Но 250 грамм стоит 590 рублей, и вот здесь начинаешь реально задумываться, а стоит ли покупать какую-то другую, да, продукцию, которая далеко за тысячу уходит, за те же самые объемы. Но, как бы, да, не все так просто, не на одну цену мы будем с вами упираться, поэтому сейчас вообще разберемся, а стоит ли, да, годный ли это продукт, и насколько он конкурентный и вообще пригодный для курения. Крепость. Она здесь есть, она ощутимая, и на воздушных забивках, на убивашках, мне прям реально дает по шарам. В принципе, вот один покур чили, кальян в одну душу выдолбить, да, меня накуривает. Часа полтора-два после покура не хочется курить. Линея крепости здесь нет, она здесь одна, да и в принципе не нужно, потому что она абсолютно комфортная, умеренная, вот прям так, как надо. Это такой некий, знаете, трамплин, вырваться из око вот этой вот турецкой бюджетки, для тех, кому уже отдали там чербитос и все прочее приелось. За что еще отдельный респектоз чили отлетает, это то, что они сумели сделать умеренную крепость, и при этом без вот этой вот отдушинки дешманских сигарет. Откуда вообще эта крепость? Заявляют, что используют жидкий никотин исключительно вытяжкой из табачного листа, плюс там всякие очистки, ну, мол, в общем, все натуральненько у нас. Чайный привкус, есть ли он? Несмотря на то, что я не сразу выкупил что-то чай, когда ты понимаешь, что это он, и начинаешь прислушиваться к своим ощущениям, ты понимаешь, да, снова там есть. Она не самая приятная, но меня она как-то особо не парит, да, я любитель всяких грубых таких покуров, любителям же чего-то чистенького, нежного, воздушного, вряд ли это понравится, может продукт не зайти. Но, если посмотреть на концепцию, да, продукта, чили, красный перец, вряд ли от такой брутальной банки, ты, наверное, ждешь, что там будет какой-то аромат, не знаю, нежных васильков на лугу. Хотя понятия не имею, как они выглядят, как они пахнут. К слову о перце, не я один предполагал, что в основе будет лежать какая-то некая перчинка, ну, или хотя бы в линейке. Но нет, поперчить забыли, и даже нет ни единого вкуса, просто вот чистого перца. Что странненько, да, немного? Ну, как бы специфика, концепция, было бы интересно, прикольно, да и, в принципе, вкус-то перца интересный, немножко даже востребованный у любителей помиксовать. Почему тогда вообще название чили? Потому что, первое, красный перец чили – это яркий, вызывающий эмоции, запоминающийся символ. Нам хочется, чтобы наш продукт стал таким символом в кальянной индустрии, и в производстве мы делаем упор на яркие, насыщенные, запоминающиеся вкусы. Второе, в название мы закладывали игру слов «Чил, чили, забей, пришло время чилить». А еще перцами называют классных ребят. Крутой перец и, правда, звучит лучше, чем хрен с горы, да? Ну, в общем, вот так вот компания нам объясняет происхождение названия чили. В принципе, красный, агрессивный, страстный, да, цвет. Единственное, что может отпугнуть немножко нашу нежную аудиторию, да, но привлечь более прикуренных пользователей. Мне, в принципе, дизайн, концепция зашли. Пакуются все в баночки с черно-красной гаммой. Два цвета эти, в принципе, всегда хорошо дружат. Объемный, фактурный логос, не веет дешевкой в целом. Нравится. Наклейки на банке занимают всю площадь, и в месте отрыва имеется перфорация. Тема не новая, но как минимум защитит вас от нюхачей, любителей повскрывать в кальянных магазинах банки и все поперенюхать. Ну, или еще хуже, полезть сюда своими грязными ручонками. Банка – это практически всегда хорошо. Гонять на природу в гости вместо вот этих вечно текущих пакетов. Но затягивать обязательно нужно плотно, потому что даже чили у меня умудрился потечь. Пришло все это дело мне вот в таком вот строгом боксе. Внутри с картой вкусов, конвертом с кучей бабла и футболкой в мешке, которая, кстати, сейчас на мне. Люблю вообще такие подгоны, футболки, в принципе, перестал себе покупать. Окей, что за странные цифры? Только не цифры, подумал мой мозг. Ну, не любит он их запоминать. Потом разобрался и стало уже чуть-чуть понятнее. Самой простой ассоциацией для меня стали всякие общаги и бизнес-центры. Как это там работает? В чем связь, да? Офисы. Второй этаж офисы 201, 202 и так далее. Четвертый этаж 400 и так далее. Как это все дело переносится на продукт? Это всякие линейки и палитры вкусов. То есть 100 это у нас всякие фруктовые истории. 200 с 200 до 300 это у нас идут уже сладкие и так далее. Скриньте, запоминайте, учите, как хотите. На мой взгляд, задумка полезная, как минимум для заказа, да? То есть циферки печатать намного проще, чем полностью набирать вкус. Но тут главное не перепутать одну циферку, да? И вместо какой-нибудь киви не получить два ящика кардамона. Ну а расщепление по мне слишком детальное. Фруктовые, ягодные, сладкие. Это все могло быть спокойно в одной линейке, но тогда теряется прикольная маркетинговая задумка, да? На следующий день, скорее всего, уже забудете, что вы там курили. Но здесь, наверное, нужно идти от обратного. Что-то вам там понравилось пару вкусов со второй линейки, допустим, да? Запомнили цифру 200. И в следующий раз, когда приходите закупаться, по чуть-чуть, потихоньку выгребаете все из 200 линейки. С расчетом, что зашли два вкуса, зайдут, наверное, остальные. Все вкусы, находящиеся с первой по четвертую линейку, они должны отлично залетать в соло-покуры. А вот пятый, это такой некий, наверное, ступлист для новичков, да? Чтоб сдуру там не замолотили чистоганом кардамон и соляком его не вмазали. Поэтому, наверное, все-таки пятая линейка у нас будет для великих миксологов в Сия Руси и прочих людей со степенью миксологии. Если у тебя таковой не имеется, даже вообще не суйся в пятую линейку. Ну ладно, не все так жестко, потому что пятую линейку именуют как топпинги. Понятия не имел, что это такое, пришлось гуглить. И для тех, кто тоже не понимает, о чем речь, это некие такие добавки для придания и подчеркивания вкусов из кулинарии. Всякие там орехи, соусы, да, и вся вот эта прочая требуха. Сыр даже туда может попадать. И еще в эти топпинги, что интересно, в создание коктейля входят всякие фрукты и ягоды, да? И как бы вот, пожалуйста, первая линейка, как бы переплетения могут быть. Поэтому просто читайте название и, не знаю, смотрите обзоры вкусов примерно, чтобы представляли, что там будет происходить. В буклета, кстати, сделали интересный ход. Прописали рядом со своими вкусами, на что они похожи в других фирмах. Легкий такой намек, мол, не платите больше, покупайте аналоги у нас. Но есть и свои уникальные вкусы. Что нам рекомендуют по забивке? Инструкция идеальной забивки. Звучит многообещающе. Если вы хотите легкий и продолжительный процесс курения, забейте чили в чашу, типа фанел. Слегка придавив и оставив минимальный отступ до колауда. Если вы хотите получить всю крепость от продукта, забейте чили пушисто в прямоточную чашу, типа турка, с минимальным отступом до колауда, либо фольги. Прогревайте чашу на 4 углях в течение 4-6 минут. Курите на 3-4 углях в зависимости от жара. Все это очень здорово и прекрасно, но советы крайне базовые, да? И работают, наверное, в 95 случаях на любом другом продукте. Чашек турок таких вообще там миллион, да? Разница в покуре на 4-25, 4-22 тоже весомая будет. Вся вот эта вот история с прогревом тоже очень субъективная. И вообще от большого количества факторов зависит. От себя только скажу, что чили это тот продукт, где разница между фанелом и прямотоком, она прям очень весомая по насыщенности аромки. Бывают продукты, где разница не очень заметная. Тут же две разных чаши, как будто два разных продукта куришь. И это тот нечастый случай, где я бы для себя выбрал чашу фанел. Ну, не люблю я такие приторные мощные аромки. Производитель заявляет, что продукт жаростойкий, но само условно это жаростойкость, да? Оно какое-то условное, блин. Лично мне не нравится, как этот продукт курится на перегреве. Появляется какая-то терпкость, першинка, ну что-то невнятное. Убирая жар, все становится четко. Не весь. Лишний. Важное замечание. По дымности вопросов нет. Дымить в кадре я не вижу понта. У меня, в принципе, все всегда отлично дымит. Вообще, Настя говорит, я даже когда сплю, у меня немножко там дымок, да, с носа идет. Да и вообще, со всеми вот этими вот ужесточениями Ютуба, запретами, нужно потихоньку привыкать, да, к новому формату обзора. О кальянах можно говорить, да, и не куря в кадре. Посмотрим, что там дальше будет. Но мне уже начинают по чуть-чуть прилетать на видосы обозначки 18+. Мол, якобы у меня там присутствуют наркотики. С Ютубом особо не поспоришь. Ну, на реке мы с вами. Какие еще, да, особенности были мной замечены по продукту? Вкус. Он реально держится долго. Он хоть после 40 минут уже такой невнятный становится, но прям до полутора часа еще можно что-то там улавливать, чувствовать, если прям вообще вам лень перезабивать, и вы готовы все эти полтора часа курить непонятно что, но с каким-то привкусом. Сироп. Его, конечно, очень много. И, кстати, он не очень хорошо держится на листе, отслаивается что ли. Да и во время покура моментальный окрас колбы сразу, а через 10 минут вообще какая-то пена появляется. Пять лет работы с аромками. Я, конечно, тот еще с амелье, да, но после такого утверждения ждешь чего-то прям бомбовского. А здесь просто норм. Ну, вот, хорошие нормальные аромки, да, ничего особо выдающегося нет. Если даже, допустим, с теми же чайными смесями сравнивать, это они вот крепко держатся чуть-чуть лучше, да, чем середина. Что касается разбора вкусов, вы знаете мою нелюбовь к этой вот тягомотине, да, когда видос затягивается на 20 минут только из-за перечисления вкусов. Кому интересно, описание всех вкусов я добавлю под видео. В любой момент зашли, прочитали, определились, да, не нужно будет ничего перематывать. В целом, что мне закатило в этом продукте, он по аромкам, по вкусам стабилен. Вот скорее всего, что ты видишь написано в описании вкусов, то ты получаешь. Нет абсолютно ублюдских вкусов, ну, как минимум из тех банок, которые мне прислали. И чего-то супер выдающегося я тоже не почувствовал. Хороший, прикольный, стабильный продукт. За это лайкос. Если вам зашло, ну, 5, допустим, вкусов, по большей вероятности вам, наверное, зайдет и вся фирма. Я такое предположение, оценку додакую сделаю. Нет огромного разбега от говнища до супер вау. Если подбираться уже так, выводом, резюмировать, вот глобально в этом продукте нет ничего выдающегося. Ну, он стабилен, хорош, от вкуса к вкусу. У меня есть такое предчувствие, что он, ну, прям плотненько на рынок залетит. Вот мне так кажется, я почему-то так уверен. Обязательно стоит попробовать, что-то в нем есть такое, да, цепляющее. То ли дизайн, то ли, опять же, вот это подкупает стабильно, хорошо курящиеся вкусы. Без каких-то жестких таких динамик и провалов. Задавая себе вопрос, буду ли я его покупать, скорее всего буду. За 590 рублей приобрести 250 грамм продукта, который меня накуривает, не отталкивает, есть приятный вкус. И, блин, ну, почему нет? Не вижу смысла проходить мимо. Затягивать не будем, поэтому с вами был Влад. Проект Около Кальяна. Пока. Хотел сказать, поехали. Куда-то поехали. Субтитры сделал DimaTorzok